Микс Ньюс Продолжаем наше утро И сегодня в пятницу, как обычно, у нас личное утро И гостей нашей передачи сегодня является дизайнер одежды Предприниматель Анита Забродска Здравствуйте Здравствуйте Анита основала свой собственный бренд, который называется Занято Который называется Занято Мы так понимаем, что здесь идет соединение имени И первая буква фамилии И в коллекции вашего бренда входят различные фасоны Я так понимаю, это в основном вязаная одежда Вязаная и шитая линейка Но если говорить о вас В одном из ваших интервью я прочитала о том, что вы получили специальность политолога-международника Да, это правда Это правда, да Как получилось так, что вы ушли в дизайн одежды? Вы знаете, я, в принципе, модой увлекалась всю свою жизнь, с самого детства Вот, такой у меня модницы Ну, я, в принципе, тоже в каждом интервью это рассказываю Что у меня вся семья по женской линии модницы большие У меня, в принципе, выхода другого не было, кроме как полюбить моду Когда вы говорите вот модницы, вы что подразумеваете? Вкладываете, да Ну, вот кто очень большое внимание уделяет внешнему виду одежде Из серии, не знаю, там, на еде сэкономишь и пойдешь сапоги себе новые купишь И вот у нас так в семье И вот вы так, да, живете? И так тоже так, да Не доедаете, но... Но сапоги я куплю, да Ну, в общем-то, так А потом просто, ну, наверное, как на каждого человека какое-то влияние оказывают Там родители, родственники, ну, нужно какую-то серьезную профессию получать И, да, в школе хорошо училась, решила, что вот надо что-то серьезное, максимально сложное И вот решила политолог-международник, проучилась, даже была в числе лучших студентов Поработала в Министерстве иностранных дел И потом поняла, что нет, надо в моду возвращаться Ну, и вот так вот вернулась А вы учились в каком городе? Университет вы имеете в виду? В Страдане, в Риге А вы учились в Страдане? А сами из Даугав? Да, я из Даугав пился Приехали сюда учиться Да И здесь и остались Ну, я как бы и думала, что я сюда уже переезжаю, но совсем Ну, естественно, сначала учеба, но и осталась Столица не разочаровала? Вы знаете, периодически она меня до сих пор то радует, то разочаровывает Чем? Честно, чем? Разочаровывает расстояниями большими Вот, я, ну, из Даугав пился маленький город У нас там до любого конца 20 минут ехать И пробок там нету Здесь я до сих пор к этому привыкнуть не могу Хотя уже вот 9 лет живу И, ну, благо, никуда не опаздываю Просто приезжаю за час обычно Ну, вот А радует возможностями своими То, что, ну, по работе много возможностей Познакомиться с людьми можно с интересными Вот этим радует Но тут нет, как бы, вот такого камерности, которая есть в Даугав пился Поэтому я все время вот между двух огней Балансируете между городами? Вы знаете, нет, я сейчас очень редко езжу в Даугав пился, так складывается Но все равно, у меня, наверное, сердце осталось в Даугав пилоте Расскажите поподробнее вот о своей одежде Как это все началось, с чего это все началось, что было первым Мы так поняли, что началось все с шапки Да, все с шапки началось В принципе, это вообще не подразумевалось как заработок какой-то или как бизнес Я сидела в декрете с маленьким ребенком, было скучно Вот И на самом деле тогда в деньгах была достаточно сильная ограниченность Была зима, мне захотелось шапку, вот определенную шапку Я нашла в Инстаграме девушку, которая вяжет подобные шапки Тогда, я помню, у нее шапка стоилась, не ошибаюсь, 110 евро Для меня это была неподъемная сумма И я подумала, ну попробую связать сама Но получится, не получится, ну как Все равно времени много и надо пробовать Поехала, купила спицы, нитки Первый раз связала, ничего не получилось Второй раз тоже ничего не получилось Ну получилась, но не шапка И с третьего раза получилась шапка И я ее сфотографировала, так как я все время в соцсетях, в Инстаграме, на Фейсбуке Много народу меня уже знало на тот момент Я поставила эту шапку и как-то вот посыпались заказы Свяжи мне, свяжи мне Но вы тогда задумывались о таком понятии У вас такой стартап, вам нужно найти финансирование Абсолютно нет, вообще нет И как это, это вот спицы, да? Ну вот спицы и нитки, это вот были И ребенок, и ребенок еще 10 евро был мы начали капитал Как мы эволюционировали к тому, что вы связали шапку И стать бизнес-леди, если можно так говорить Вы сейчас являетесь предпринимателем Ну, некоторым родим, наверное, да У вас свое дело Вот как вы пришли к тому, что это уже надо пускать на рельсы, на ход Придавать этому какую-то огранку Какие этапы? Ну, вы знаете, как просто сначала вот посыпались заказы на шапки Я поняла, что я все время вяжу Я прям все время вяжу Утром, днем, вечером вяжу, вяжу, вяжу И вроде как это уже не развлечение Ну, а потом люди стали просить А вот свяжи к шапке там шарф, например Я действительно не собиралась ничего, кроме шапок вязать Думаю, вот свяжу пару шапок и все По большому-то счету Свяжи шапку, свяжи шарф, свяжи варежки А свяжи кардиган Но когда мне предложили вязать кардиганы Я вообще думаю, ну как? Ну, понятия не имею, как их вязать Вообще, никогда в жизни не вязала такое А потом как-то сидела, думаю, надо попробовать Ну, шапка же получилась Просто еще особенность такая, что я самоучка Я не использовала какие-то там видеоуроки и тому подобное У нас есть телефонное звонок Примем звонок, надевайте наушники Доброе утро, вы в эфире Доброе утро Да, говорите Скажите, у меня вопрос в гости А скажите, где ваши шапки? Можно где закупить? Если можно, то где? Спасибо Спасибо за вопрос Да, конечно, их можно приобрести Можно со мной связаться через Фейсбук Через Инстаграм И также можно мне позвонить по телефону И договориться о личной встрече В общем, как удобнее Да, в общем, это нетрудно запомнить Занита Вот как слышится, так и пишется Да, Занита Скажите, а как вы вот впереди видите себя? Вот, вы видите себя стилистом? Модельером? Видите ли себя на показах Рига Участником Рига Фэшн Уик? Как вот к этой профессиональной Ну, к росту, да? К успешности К профессиональной сфере моды в Латвии Вы себя соотносите? Вот как вы развиваете? Я понял, что все в ваших руках И в ваших спицах Но одному, наверное, это очень долго можно? Ну, конечно, я плохо тот солдат, который не хочет стать генералом Конечно, мне хочется развиваться Конечно, я вижу себя когда-нибудь на Рига Фэшн Уик Но, естественно, одно это тяжело И поэтому я так медленно, по шажочку, по шажочку Не делаю каких-то таких форсированных шагов больших Потому что, ну, боюсь, что мало что-то не получится И тому подобное Но, да, я предполагаю, что это будет какое-то развитие Сейчас у вас одиночное плавание, да? Не помощников, нет? Нет, у меня есть помощники, кто мне помогает, конечно Есть, есть То есть вы не одна перерабатываете все заказы? Нет, нет, не одна А сколько у вас времени уходит на создание, я не знаю, шапки, шарфа, свитера? Ну, по-разному, но, в принципе, шапка – это где-то 4 часа времени Свитер, кардиган – это где-то 3 дня Ну, 3 дня я имею в виду прямо с утра до вечера ты вяжешь А вы какую-то философию вкладываете в свои шапки? Вам важно, что под шапкой? Нет, вы знаете, мне важно просто Я сама большой поклонник вещей ручной работы Мне очень не нравятся магазинные вещи В них как-то вот нет души, нет какой-то атмосферы, нет энергетики от них А когда вещь создана руками человека, то это совсем по-другому Она какая-то, ну, если так можно сказать, теплая эта вещь Я, допустим, если я ношу не свои вещи, то я тоже покупаю у других дизайнеров Вещи, мне вот очень важно, чтобы, ну, человек руками это создал, а не там в Китае кто-нибудь там Ну, там, извините, дети создают Ну, какая там энергетика, мы все понимаем Ну, вот мне это важно Поэтому такую философию я в свои вещи тоже вкладываю Что это made with love, эти вещи сделаны с любовью А что вы делали в Министерстве иностранных дел? Вы когда учились, стажировались? Да, да, вы знаете, вот вы меня что-то задачили этим вопросом Я точно помню, что что-то... По-моему, я работаю в Latvia's Institute, так называется Это как-то правильно тоже сказать не знаю Ну да, учреждение Учреждение, да, вот там я работала И моя работа заключалась в том, что как бы все было связано с имиджем Латвии за границей Вот там мы читали, что пишут заграничные СМИ Куляризация страны Да, да, что заграничные СМИ пишут, хорошее, плохое, статистика создавалась Какая страна к нам как относится В принципе, работа интересная в этом плане была Но все равно, ну, не совсем моя Но вам было скучно? Ну, нет, я поработала, получила хороший опыт, но надолго я бы там не смогла, конечно Ну, а в этой статистике вы как-то представляли рижскую жизнь и жизнь в Долгофпилсе? Это как бы одна... Одни такие полюса есть? Вот чувствовали себя долгофпилчанкой в этой статистике? Нет, нет Нет? Там не было разделения на города как-то просто, вот что пишут о Латвии Обо всем там было О спорте, о политике, вот вообще, в принципе, где упоминается Латвия Там была специальная такая программа, где ты писал там Латвия Или там фамилию, допустим, спортсмена какого-то И вот высвечивались СМИ, в которых о нас написаны Надо было все эти статьи читать и вот делать выводы Хорошо о нас написали или плохо о нас написали Ну вот, соответственно А, такой пиар, что ли? У вас случалось? Ну да, вроде бы мы довольны были Никто вроде не жаловался В конце не говорили, уходи А да... Да, Алена, прости, перебил тебя Ты хочешь про... Я хочу про... Министерство? Ну понятно, да, мне интересно Ну почему же тогда такие талантливые, красивые, молодые, перспективные Если можно Инстаграм вести из Илуксты, из Малиновки, из Далговпилса И вязать можно тоже везде Да, 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 с гривой Я, кстати, на гриве и живу в Далговпилсе А, на гриве, да С гривой, да И продавать через интернет И почему же тогда как-то, ну, остается, да, этот Далговпилс теряет таких вот замечательных... Ну, понимаете, не все продажи происходят через интернет У меня очень большое количество клиентов, которые хотят приехать вживую, посмотреть Также мы шьем и вяжем на заказ по размерам клиента Мне надо обмерить клиента, поговорить с ним Очень многие вот А какая ткань, какая пряжа Все это нужно показать Это все-таки должна быть какая-то живая работа Да, онлайн-заказы тоже есть, естественно Но это не большая часть Ну, где-то 50 на 50 А что вдохновляет? Какие у вас есть вот... Ну, как вы видите такие... Процесс, из чего создаете этот момент? Если у вас вот этого образования модель нет? Нет, нет И его нужно, наверное, получать, да? Или как? Вы знаете, честно говоря, никогда... Задумывались? Нет, никогда об этом вот так серьезно не задумывалось Потому что сколько вот знают, допустим, успешных людей Ну, на мой взгляд, да, успешных Как раз-таки образование не играет какую-то роль Ну, вот, если ты, допустим, не знаешь, что ты получил образование, допустим, дизайнер И ты стал резко гениальным дизайнером Ну, верите в талант, да? Да, я верю в талант Вот Конечно, хорошо, когда у тебя есть теоретическая база, да? Ну, у меня, допустим, теоретическая база политолога Не значит, что сейчас пойду в политику и просто все Латвия у нас поднимется с колен и все будет замечательно Но нет, так не будет То же самое и в дизайне одежды Ну, а как это вот? Мне просто интересно вот взять и так рискнуть, да? С ребенком на руках там взять вот так рискнуть Взять спицы И это же, ну, коэффициент Начать учиться и верить, что у тебя получится Ну, на тот момент у меня не было цели с этого прям зарабатывать На тот момент это было, ну, больше развлечения Я сидела в декрете, вот Поэтому, ну, не так, что вот совсем денег не было Я такая вот, прошла и все, начинаю вязать Нет Вот просто это так вот перешло И я потом поняла, что, в принципе, как бы можно сделать это основной своей работой Ну, а какие трудности в этом периоде? Вы знаете, трудности, они все время есть Они и до сих пор есть Было бы странно, наверное, если не было бы трудности Конкуренция очень большая И есть, конечно, какая-то часть тех, кто недоволен твоей работой И зависть есть, и какие-то негативные отзывы есть Потому что в социальной сети, там же никого, людей, по-моему, ничего не ограничивают Конечно, конечно Человек может там комментировать что-то совершенно неприемлемое А на улице с тобой здороваться Ну, так и есть Но сейчас как-то я вот уже к этому очень спокойно отношусь Когда вот только какие-то первые успехи появились, первые какие-то интервью Обещали, да? Очень, да Причем это были знакомые люди И не хотелось из-за этого бросить или перестать с ним заниматься, верить Нет, бросить не хотелось, просто я не понимала, ну, почему Что я кому-то сделала плохого, зачем Потому что вы из Далгопилса, там все друг друга знают И никто никого не обижает Да, 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 да Мне это, конечно, было непонятно А приносили личные на ваши, скажем так, изделия? Либо именно упрекали самому качеству изделий? Ну, обычно, знаете как, ну не скажут же тебе лично Просто ты не нравишься как человек Вот я тебе завидую, что у тебя получилось, у меня не получается Поэтому, естественно, это через изделия Там плохие изделия, не знаю, там, немодные, некрасивые Ну, к аргументированной критике вы прислушиваетесь? Есть тем... Знаете, я обычно в контакте с клиентами всегда нахожусь Особенно многие клиенты, кто изначально со мной был Вот с открытия занятый, вот до сих пор Я, конечно, спрашиваю, как носится, как что Хотя я тоже все эти вещи, да, ношу сегодня тоже все в занятии Вот Но мне интересно, допустим, вот, ну, какие там вот слабые места, которые доработать нужно Ну, вот это, я считаю, как конструктивная критика И многие просто напишут там из серии, вот ты знаешь, там, то-то-то, вот ты посмотри, допустим Такое, да, всегда, конечно, я за Вот вы сказали, что сфотографировали свою первую вещь Люди заинтересовались и начали сыпаться заказы, да Вот, как вы думаете, почему так произошло? Что вот в ваших вещах такого особенного? Что вас выделяет, отделяет от других? Да, почему к вам такой интерес? Как вы можете, наверное, тяжело себя судить, но все-таки в чем ваша индивидуальность, может быть? Что нравится? Ну, вы знаете, на тот момент точно могу сказать, что когда я только начала эти шапки вязать В Риге никто эти шапки не вязал, такие, ну, большие, крупновязкие шапки Вы не принесли, но постарайтесь их вот описать Чем она, не знаю, отличается от других? Понимаете, как бы, ну, мы все привыкли к вязке мелкой Так вот, как бабушки вяжут на мелких спицах, да Я первая вот нашла спицы очень большие, большого диаметра и толстую пряжу И шапки такие, ну, очень большие на голове Они для мужчин, они выглядят вообще очень странно Они до сих пор иногда хихикают, потому что... Но они очень большие на голове, эти шапки В смысле, мужчины хихикают, когда шапки на них с... Нет, нет, на женщинах, да Ну, вот, как бы, непривычно Сейчас уже, ну, подпривыкли все И сейчас, конечно, уже очень многие вяжут Простите, а вы, кстати, только для женщин вяжете? Ну, в принципе, да Нет, у меня было там пару заказов для мужчин Ну, просили женщины связать, допустим, одинаковые шапки себе и мужчине Но вот отдельно линию мужскую нет, я как-то не делаю Хорошо, в общем, ваши спицы отличаются от тех спиц, которые мы привыкли вязать бабушки А все началось с этого? Ну, с этого и... Ну, наверное, сейчас нескромно будет звучать Но я еще работала в пиаре одно время В журнале Офисель И там очень хороший опыт получила Как рекламировать, как преподносить себя Ну, то, что ты делаешь Очень был полезный опыт Мне кажется, у меня это получается И, в принципе, мне кажется, в любом деле Не факт даже, что ты производишь Факт уметь это продать, да Красиво преподнести Как-то сейчас прозвучало Не важно, что ты делаешь, важно продать Ну, вы знаете, грубо говоря, в принципе, да Я, конечно, не имею в виду, что мои вещи там лишь бы что Нет, я правда считаю свои вещи очень хорошими Но просто вот посмотрите на любой другой бизнес Если человек умеет правильно преподнести Любую вещь можно продать Вот Но в моем случае я считаю, что это и хорошие вещи Модные, интересные И плюс я умею, наверное, правильно это преподнести Ну, я так надеюсь У вас есть какие-то учителя Или авторитеты в моде, да? Вот зачем вы следите? Может быть, современные какие-то блогеры Те же инстаграмы, да? Такие же дизайнеры, как вы У кого вы все-таки? Биография Кукошина Нет, вы знаете, нет какого-то одного человека Просто я слежу за модными тенденциями В инстаграме подписано тоже на девчонок Которые вяжут, шьют Со многими я уже давно знакома И мы как коллеги друг друга поддерживаем Но вот какого-то одного человека Чтобы я, ой, вот она сделала вот это Надо и мне тоже сделать Нет, никогда и не было у меня таких людей Ни за кем я не повторяю Не слежу специально Но ощущение победы в Риге На такое еще, ну, на стартапе, да? В начале, да? Вы чувствуете, что вы здесь первые Либо победили? Вы сказали, что в столице Шапок подобной вязки еще не было Не встречалось На тот момент не было Сейчас уже есть Сейчас есть, конечно Обросли конкурентами Ну, конечно, да И через время, когда я начала вязать шапки И кардиганы Через время появилась одна фирма Которая сделала полностью все то же самое Просто они поменяли только название Ну, вот один в один То есть конкуренты появились Потому что есть вы, да? То есть они Они просто увидели, да Что это идет Почему, собственно, и нам не сделать И вот как бы А это не является мерилом успеха для вас? Вот это вам не льстит? Сначала мне было очень обидно Сейчас я понимаю, что это Да, это мерил успеха Раз повторяют Ну, значит, хорошо Значит, тут хорошее дело Раз повторяю Сейчас спокойно абсолютно к этому Да Нет, у нас есть еще пару минут Вот у любого дизайнера одежды Есть какой-то свой индивидуальный стиль Тем более вы сказали, что Я так понимаю Вы не стараетесь не подсматривать Да, не следить Ну, просто общие тренды Я какие-то смотрю, что сейчас модно Да Вот вы можете дать какую-то характеристику Если говорить о какой-то философии своей Вот как вы можете описать Ваш стиль Стиль вашей выпускаемой продукции вами? Вы знаете, одного такого стиля нет Если мы говорим про вязку Это в основном оверсайз вещи Я не знаю, как по-русски это правильно Оверсайз и оверсайз Но, наверное, модники все знают Да, это слово Ну, вот большеразмерные вещи Да Если я правильно перевела Вот Что касается вязки Что касается шитья Мы очень много где используем кружи У нас еще не такие женственные фасоны Ну, то есть это разная Вязка и шитая линейка Они разные немножко А вот какие материалы вы используете? Вот совершенно разные Вообще совершенно разные Не ограничиваете себя? Нет Не ограничиваем Ну, а ведь материал часто Является следствием качества Да Все-таки есть какие-то у вас Не знаю Патриот ли Патриот ли они-то Местных ниток? Ну, нет Я не говорю там про местные мулюне Меня больше интересуют Ведь есть всякие синтетические материалы Да Которые, может быть, не так будут хорошо держаться Когда вещь уже будет создана Вы знаете, наоборот Синтетика как раз-таки Она сейчас гораздо качественнее Чем, допустим, если вы покупаете Маечку стопроцентный хлопок Или маечку хлопок с синтетикой Хлопок с синтетикой будет гораздо более Ну, в носке лучше Вот, поэтому нет Как бы нет такого Нет, мы, естественно, стараемся Хорошего качества ткани брать, да Но как она будет в носке Мы это тоже узнаем только потом У нас есть еще один звонок Попрошу вас надеть наушники Добрый день в эфире Звонок сорвался Я вас попрошу перезвонить Мы пока прервемся на рекламу и новости И продолжим после небольшого перерыва Продолжаем личное утро В студии по-прежнему работают Марис Морканс Алена Борисова Помогает нам звукорежиссер Евгений Копей Нам в гостях у нас сегодня Дизайнер одежды Предприниматель Анита Заброска Которая основала свой бренд Под названием Занята Девушка родилась в Даугавпилсе Закончила там школу А потом переехала в столицу Почему в столицу? Почему не в Резекне, например? Нет, не Краслова, да Почему не, как большинство Пробуют себя в Лондоне Мне нравится, что Всегда нравилось, что из Даугавпилса Почему-то вот как-то так все Видно, кто-то за кем-то, за кем-то, за кем-то Едут в Лондон А из Риги едут в Ирландию Марис, давай вот сохранимся Примем звонок от нашего радиослушателя А потом продолжим Доброе утро, вы в эфире Доброе утро У меня такой более общий, философский вопрос Да, давайте Как вы относитесь к тому, что наш женский пол забросил такие прекрасные вещи, как юбки, платья и сарафаны И почти поголовно в обычной жизни Повседневно используют В лучшем случае брюки, да А в худшем случае одежду Каких-то техасских ковбоев Вот нужно ли с этим что-то делать? Если нужно, то как? Вот ваше мнение, спасибо Спасибо Ну да, яркие улицы Яркие люди, наверное Мне кажется, в Далбове полосе ярче Кстати, хороший вопрос, спасибо В моем бренде занято, вообще нет штанов и брюк Мы не производим ни штаны, ни брюки Это когда вот принцип такой? Да, мы только юбки и платья Вот я за женственность, вы видите, я тоже в юбке сегодня Я в основном юбки ношу Ну, естественно, я джинсы тоже ношу Но у меня в гардеробе, допустим, двое джинсов и там 25 юбок Ну, это когда, ну, для практичности, да А так, в принципе, у нас девушки наряжаются Ну, как в Далбове полосе наряжаются? Не, ну, в Далбове полоса там другое Я Далбове полоса, например, называю город невеста Почему там наряжаются? Объясните мне Понимаете, в Далбове полоса очень мало мужчин Очень мало И очень много женщин Соответственно, женщинам, как в послевоенное время Надо чем-то себя выделять В Далбове полоса все время какое-то послевоенное время И там в ход идет все Нарочные волосы, ресницы, каблуки Это тяжелая артиллерия То есть с понедельника уже заряжено Ну, вот я вам так скажу Я когда в Ригу переехала У меня не было ни одной пары обуви без каблука Серьезно, у меня не было И когда я поняла, что, ну, надо на общественном транспорте И ходить где-то В Далбове полоса Ходить-то особо некто Много ходить И я такая прошла на каблуках Думаю, да Пойду-ка я за кроссовочками И, собственно, сейчас у меня может быть две пары с каблуками Все остальное у меня без каблуков В Далбове полосы ты все время на каблуках То есть в Далбове полосы будет дефиле Ну, я не знаю Я как-то не была у меня цели там Жениха себе в Далбове полосы найти Поэтому, ну, я думаю, что, наверное, да Просто так же усилия бы не прилагались Если бы не помогало А, ну, вот Напомним вопрос радиослушателя Он спросил в целом Вот просматривается вами тенденция Такая же, как просматривается им О том, что женщины уходят все-таки от юбок От сарафанов От платьев И делают свой выбор в пользу Хорошо, если брюк или ковбойских штанов Нет, но есть такое Есть такое Ну, просто сейчас еще мода такая На унисекс вещи Которые вот Нет у них какого-то вот пола Да, там, рубашку может и мужчина И женщина надеть И там Даже я иногда в мужском отделе Покупаю себе свитшоты какие-то Ну, это сейчас модно Но, в принципе, вот Одна из моих задач Как раз-таки вернуть женщинам Дету женственность И многие клиентки, кто ко мне приходят Говорят, вот, ты знаешь, никогда не носила Такого типа юбки там Или топы, или что-то И все надевают Ой, а красиво выглядит, а классно А при руках нельзя быть женственной? Нет, можно, конечно Женственность, в принципе, не от одежды Зависит, но юбка, вот Платье, оно все-таки подчеркивает А из чего состоит красота? Характер, да? Ой, какой сложный вопрос Из чего красота состоит? Ну, внутренняя и внешняя, наверное В сочетании Ну, нет, самое главное харизма, конечно Если мы говорим Но Легче быть харизматичной и красивой В платье или в юбке Наталья Михайловна спросила Вот, есть такая фраза Встречают по одежке Провожают по-моему Это она вот работает? Встречают по одежке Провожают по-моему Нет, ну, конечно Но если ты пустой человек Внутри как бы ты не оделся Ну, это очевидные вещи сейчас говорю Ну, конечно, да Но все равно, ну Согласитесь Ну, приятнее там Сидеть рядом с человеком Все, если он красиво одет И ухожен и тому подобное Давайте еще звонок Надевайте снова наушники Да, примем еще один звонок А, не успели, да Попросим вас перезвонить Если говорить Если говорить о Лондоне Великобритании Марис, на каком моменте Вы сохранились? Да, да, да Какой момент вы поняли Что не поедете Не поедете Со своими одноклассниками? Я даже не рассматривала Вариант уезжать за границу Даже у меня вариантов Такого не было Это как Патриотизм, что ли Нужно сейчас сказать? Нет? Или боязнь Чего-то инородного? Ну, как сказать Ну, вот я не знаю Или кем там быть, да? Ну, просто вот Ну, нет Я не хотела за границу ехать Просто не хотела Нет какого-то Четкого объяснения Там или патриотизм Это или страх Или что-то Ну, просто не рассматриваешь Вариант Допустим, вам спросить Почему вы там в Эфиопии не живете? Ну, вот как вы ответите? Ну, просто я не хочу Смена города вам далась легко? Ну, нет, в принципе Потому что я до 19 лет жила с родителями Я никогда одна не жила А тут опыт Ты один живешь Я даже готовить не умела на тот момент Вообще не умела Я ничего не умела делать А тут все Ты сам себе предоставлен У тебя свой бюджет Вот ты там в рамках этого бюджета Должен действовать Естественно, как студент Ты ограничен в этом бюджете Потому что родители тебя обеспечивают И было сначала очень непривычно Ну, сначала, конечно, свободу опьяняло Все, меня не контролируют Родители Ну, как не контролируют Мама, наверное, звонила Раз там Ну, мне мама до сих пор Все время звонит 20 раз в день А маме вяжете? Да, маме тоже вяжу Но им, конечно, меньше всего Достается вязание Потому что я занята заказами Ну, что-то, если Вот успеваю Тогда своим тоже вяжу Давайте попробуем Словить все-таки Этот звонок Телефонный Да, здравствуйте Вы в эфире Еще раз я Вот вы там затронули Такой интересный вопрос А вот вы говорите Да, угол Ярще одеваются девушки и женщины А вот вам не создалось впечатление Что, ну, в Риге действительно Молодые девушки С головы до ног черные Волосы черные Сама вся черная И вообще Очень серые женщины Вот в Риге Ну, не будем говорить В возрасте Которые Ну, вот даже молодые И вот это Как-то даже Ну, даже я скажу В советское время Когда не было И возможностей таких Мне кажется Так серо Не одевались Как сейчас Вот ваше мнение Да, наша гостья Сейчас в черном Я вот хотела сказать А Аня-то сама сидит На груди красная туфелька На груди красная туфелька А все остальное Черного цвета Да Ну, кстати, я обычно Очень редко в черный одеваюсь Серьезно Вот просто сегодня так вышло Обычно я Человек-светофор Я себя называю На мне все цвета Таки Нет, на самом деле Я не соглашусь С слушательницей Потому что я даже Когда в центре Бываю Вот в центре Риге Выезжаю И я вот ловлю кайф Когда я смотрю на девчонок Очень много стильных девчонок Вот именно стильных Вот в моем понимании Стиль Стиль это не обязательно Во все цветное одеваться Или во все черное Или в один цвет какой-то Но вот те У кого хороший вкус Их очень много И меня это очень радует Не, ну конечно Есть люди Которые одеваются В обычную одежду В черную одежду Но опять-таки Не все Не для всех это важно Да, мода У меня есть куча знакомых Которым это Ну просто не важно И в этом нет Ничего там критичного Так же как мужчина Я не знаю Кто влечен футболом Кто-то машинами Кто-то еще чем-то И это не преступление Ну кстати Я в среду искал Черную рубашку И было только два варианта Ну в большом магазине Искал в одном магазине? Ну я такой Куда меня отправят И там искал То есть в Риге стиля Больше чем в Дагу Конечно Да А если говорить В принципе Ну о детстве Например О детстве Если говорить о детстве Хорошо Если говорить о детстве Оно вдохновляет Мне кажется Эти ваши шапки Они могут быть Прекрасным Прекрасным Костюмом Каким-нибудь Сказком И так далее Вы имеете ввиду Детскую одежду Произвожу ли Нет Не детскую Они прекрасно могут Например Снежную королеву Как-то Участвовать В костюмах В сценографии Вот это Ваши воспоминания Детские Они Как-то Вот Формулируют Например То, что у вас Есть ребенок Детскую линию одежды Какую-то Создать Сказочек Мы создавали На девочек Юпочки Одно время И мы до сих пор Создаем комплекты Мама-дочка Они такие благодарные Они такие Дети Они же очень Ну дети Вы знаете В чем проблема Дети сами Сами-то себе Одежду не покупают Покупают родители У них есть мнение Есть, да Ну из детской В принципе Линии Ну юбки Мы иногда Да, производим Под заказ В основном Мы вот На Новый год И на Мартин Дену Мы производим Всякие маски Зверят Ну там Котики Зайчики Собачки Вот костюмы Потому что Мне это самой было актуально У меня ребенок Пошел в детский сад Нам нужен был костюм Зайца Думаю Бух ты мой Где вообще это доставать И мы решили создать Своим детям Эти костюмы И потом как-то Те клетки Которые у меня уже есть У многих маленькие детки И все Ой, а давай мне там Костюм медведя А давай того Ну это как раз таки Идет не ради заработка Мы там буквально Копейки с этого зарабатываем Просто вот Ну это единственное Что мы из детского И как-то расширять Честно говоря Эту линейку Я не планирую Детскую У меня женщина Только интересует Женская мода Ну тем более у меня мальчик А мы Мальчиков в одежде Мы не производим Только на девочек И не планируете Пока нет А вот что Меня интересует Понятно Что каждый человек Где-то черпает Вдохновение Своих источников Вот вы работаете В тишине Или Не знаю Вы включаете музыку Если музыку включаете То какую Для того чтобы Потому что это Как я провела Понимаю Очень такая Ну кропотливая Кропотливая работа Да Надо максимально Быть сконцентрированным В течение нескольких часов Неподвижно Ну грубо говоря Сидеться Так и есть Я бы явно Не смогла С этим справиться Потому что Это ограничение Какое-то Ну вы знаете Если допустим Вот опять-таки Ребенок у меня в садике Да Я там могу сесть И вязать Вот эти несколько часов Подряд Я музыку не включаю Я включаю что-то На Ну или без ничего Вообще вяжу Как бы в тишине Или включаю на компьютере На какой-нибудь Совершенно Ну бред Какой-нибудь сериал Какой-то Короче где не надо Включать мозг Чтобы Потому что мне надо Считать часто петли Или если это узоры Надо не сбиться Если ты сбиваешь Тебе потом надо Все распарывать Ну это достаточно проблем Поэтому надо Что-то на фоне Там тебе Ну барабанит И нормально Вроде как веселее Но если выбирать Вот между Чтобы фонило И тишиной Вот при создании Такой идеальной Атмосферы для работы Вот вы что предпочтете Вы знаете Честно Смотря что вяжу Если что-то Вот где Нет какого-то Сложного узора То лучше чтобы фонило Да Не было вот этого Муторности Монотонности Если это какой-то Сложный узор То я вообще в тишине Я отключаю звук В телефоне И вот пока не свяжу Допустим кусок этого узора Не закончу Вот я в тишине И не встаю Ничего Потому что если ты Допустим встала Ты уже не помнишь На каком месте Ты остановилась Что тебе дальше делать Ну вот так Анита А чем вы еще занимаетесь? Ребенка рощу Понимаю Помимо работы Я еще работаю стилистом Ну это с этого Как бы началось Что входит Ваши Стилист Это тот кто вместе Ходит с клиентами на шопинг Одевает Создает имидж людям У вас есть клиенты Которые нуждаются в том Чтобы их образ подправили Я так понимаю Может их не надо Этих клиентов Пускай они уже Сами одеваются Зачем вот Если человек Не в состоянии Различить Например Что сочетается Нет Да нет Ну что он Безвкусен Что он в этом нет А делаешь его картинку А потом понимаешь Что за картинкой Ну нет Ну Я так иронизирую Я просто приверженец того Я сама всегда Обращаюсь к профессионалам Не знаю Мне нужно поклеить обои Я не буду их сама клеить Или не знаю Я иду на маникюр К маникюршу А не сама делаю Так же и стилист Но не у всех Хороший вкус от природы Но многие хотят Хорошо выглядеть Чувствуют но не могут А как люди понимают Что у них вот нет вкуса Ведь каждый Мне кажется убежден Я допустим Ну я не про себя Да Ну ты понимаешь Что там Реквием Там гениальное произведение Ты это чувствуешь Ты понимаешь Да Ну великое Ну сама же не можешь Там Наверное Наверное И так Приходишь в магазин О это круто Это круто О это Это Подходишь к зеркалу Непонятно Почему-то не круто Да Ну так и есть Просто вот многие Ко мне клиенты приходят И говорят Вот я хочу там так Так Я смотрю модные журналы Мне нравится Но я не могу к себе Это применить Я вот рассказываю Что делаем вот так И так А в чем секрет здесь В чем секрет Просто вкус иметь Просто интересно Как люди осознают Вот что Что-то вот вкуса У меня нет Да Просто как это Вот прийти к этому Да Вот он Выходит в магазин У него есть деньги Ну например Не знаю Вы готовите еду Например Вот вы приготовили Попробовали Ну невкусно Вы же понимаете Очевидно Очевидно Так и тут Вы смотрите в зеркало Вы понимаете Ну что-то Как бы не огонь Не нравлюсь я себе Огонь Огня нету Да И почему бы К кому-то не обратиться Но я всегда говорю Что надо обращаться К тем стилистам На которых Чей внешний вид вам нравится Вот потому что А то есть вы как бы Копируете себя Ну если честно То да Вот я в этом плане Наверное не профессионально работаю Потому что стилист Он как бы должен создавать Какой-то каждому Индивидуальный образ Ко мне обращаются те Ну они и сами так хотят Да-да Кому нравится как я одевать Я примерно по тому же Подобию одеваю людей То есть ваш характер Ваш огонь Пытаются применить на себя Да Ну можно и так сказать Разбойница сидит у нас Оказывается Да Оказывается А вы все-таки Больше себя Кем считаете Стилистом Или дизайнером И вот в чем Существенная разница Кто вы Я на данный момент Я конечно дизайнер Больше стилистика У меня осталось больше Как хобби Не зарабатывание денег Вот Ну стилист Я сейчас с теми людьми С кем я работала Это уже более знакомые люди Вот да Ну уже в принципе Наверное Незнакомый человек Если мне напишет Вот хочу Я уже посмотрю Буду я работать с человеком Не буду я работать Потому что Бывало что я встречалась Со всем незнакомыми людьми Это была пустая потеря времени Потому что Не я человека не понимала Что ему нужно Или человек приходит С какой-то позиции Я все знаю Я все умею А как отказать? Ну нету времени Может в другой раз Ну не в прямую конечно Нет я с тобой не буду работать Ну как все мы Да в своей профессии Кому-то отказываем Допустим Ну в вежливой форме Стилисты Я так что понимаю Это тоже работа Это как бы работа после работы После основной работы А есть что за вот вне работы Ну как человек вяжет Это же не работа Это же хобби Ну на самом деле Это было хобби Которое превратилось в работу У меня хобби не осталось Ну из хобби я собираю Допустим витажные украшения Но это не то Что вот я прям собираю И каждый день Такая коллекция Ну нет Ну это так вот просто Есть там деньги какие-то Вот есть там два человека У кого допустим я покупаю Кто занимается винтажем Я не очень в этом разбираюсь У меня есть время Я там про это читаю Вот что-то такое Ну вот какого-то такого Одного определенного Огромного хобби Но у меня и времени на это нет У меня ребенок и работа занимается Александр Васильев Не солист группы Сплин Да Да Ну вот он видите Он как Который приговаривает Да Как у него Не то что приговаривает Как он Ну винтажный его интерес И превратилось там По-моему 40 тысяч у него Ну у него огромная коллекция 40 тысяч Да Коллекция И в Литве Хранится В разных странах Ну с чего этот человек начинал Вот Параллельно Ну про Васильева Я когда-то помню Когда он только в Ригу Начинал приезжать 20 лет назад Ну не 20 лет назад я была Ну может лет 10 назад Я ходила на его лекции Они тогда были очень камерные Там было очень мало народу Очень так-то душевно Классно было Мало где это Публиковалось Учились у него, да? Нет, я не училась Я тогда Я училась еще в школе Вот просто вот приезжала в Ригу На его лекции Было очень интересно Говорю Потому что я всегда модой увлекалась И насколько я знаю Он собирал эти наряды Всю свою жизнь Ну у него как бы Семья такая творческая Так он и советовал всем Что нужно коллекционировать Просто сейчас он это монетизировал Он делает выставки Ну молодец Что это монетизировал Вот А до этого это просто хобби было У человека Как я понимаю Не было тоже цели Какие-то деньги зарабатывать Но у него есть вкус? Конечно Я такой бог стиля сижу Да, Васильева есть Давайте на этом будем заканчивать Наше личное утро сегодня Подходит к концу Я напомню Что сегодня в студии Работали Марис Морканс Два долговпилчанина здесь Вот, да Меня зовут Алена Борисова Помогал нам Евгений Копейна В гостях у нас сегодня была Дизайнер одежды Анита Заброско